Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, празднует ныне Православная Церковь Покров Пресвятой Богородицы, Покров над нашими душами. Теба видя Святой Андрей на воздусе зоны Христу молящуюся, и видел он ее, блаженный Андрей Христо ради Еродивы, со своим спостником Прокопием, в третьем часу ночи во Влахерском храме во время всенужного бдения. Так и мы должны денно и нощно молиться и бдеть. Не просто посещать Церковь, а бдеть в этих молитвах. Отсюда и бдение. Увы, это уже утрачено. Благочестие и боголюбие уже не то. А надо, чтобы было то. Для чего надо? Для наших душ. Чтобы Покров Божий Матерь простирался, как и прежде. Вот православная Церковь. Скажешь, брата Адова не одолеют ей. Но Сын Человеческий пришедет, найдет ли веру на земле? Да, брата Адова не одолеют. Но в каком числе будет Церковь? И обрящет ли ее Сын Человеческий? Обрящет. Но весьма помалившуюся. И это не должно нас ужасать. Не это должно нас ужасать. А то, что уже среди этого стада, среди нас, в моей душе, зреет некое отступление, которое не дает места этому блаженному Христа ради ее родства заквасить мою грешную душу. И тем самым привлечь покров Божией Матери. Вот беда. Главная, единственная беда православных христиан. Что нету в нас истинного Христа ради ее родства перед лицом этого мира. Воистину нельзя угодить Богу, угождая мир. И больше того, скажем прямо, нельзя угодить Богу, имея успех в мире. Хуже того, и прямее этого, еще скажем. Нельзя угодить Богу и быть в мире нелишним человеком. Что говоришь-то, скажет мне. Ведь мир в нас нуждается, он без нас не может. Ему нужна наша деятельность и многое другое от нас нужно. И просто мы нужны. Друг мой, если ты Христов, воин, или даже юродивый, то в лице мира ты таким и будешь. И не сможешь это от мира утаить. И не сможешь перед лицом мира быть чем-то значущим и великим. Мир это не прощает. И мы с миром в такие игры тоже не играем. То есть христиане должны быть честны. А если и до поры до времени, по милости Божией, и значимы христиане, как же, ведь были христианские империи, христианские цари, была христианская цивилизация и христианская культура. Для того, чтобы христиане в этом мире не сходили с ума, не падали духом, не унывали, будучи людьми невеликими, средними, или даже малыми, тем не менее, с легкостью бы спасались, держась как бы за подол материнский, держась как бы за ризу своих старших. так ведь был христианскую эпоху. И этому служило весьма многое. И христианский уклад в семействах, и христианская культура, и нравственность, и обычаи, и христианская государственность. ныне этого не стало, и все сосредоточено только в наших душах. и в наших душах должна быть вся Святая Русь, и вся Святая Греция, Византия, и все небо, и все жития святых, и все Священное Писание, вот ведь как. то есть мы должны быть совершенно вооружены изнутри. Все оружием Божиим, и шлем спасения, и меч духовный, и глагол Божий, и вся вера, вся вера, но где ее взять? Ее дает Бог. Тем, кто не оглядываясь совершает пресномутное жития шествия в этом мире, идя, тем не менее, узким и тесным путем и не сливаясь с ним. Вот такого человека Бог вооружает сполна. Но уж у такого-то человека нет никаких иллюзий относительно того, что он нужен и востребован в этом мире. Желание имея разрешиться и быть со Христом, говорит апостол, от лица таковых людей, у него нет иллюзий что он в этом мире что-либо значит. И вот над такими-то людьми Божия Матерь любит простирать свой покров. Избрал Бог ничего незначащего, чтобы посрамить значащего. Что же это значит, братья и сестры? Это значит, что нам предлежит мужество. Чтобы мы не строили в себе воздушных замков, мифов, иллюзий. Что мы можем посидеть на двух стульях или, как говорится, капитал приобрести невинность, соблюсти в этом мире. быть в миру кое-кем и кое-чем и перед Богом не последними людьми не получится. Вот из-за этого твое души, ты не бойся, Господь сам сохранит не твоими трудами и усилиями, а своей милостью, видя твое мужество. И семью сохранит, и жену сохранит, и детей сохранит, да и страну сохранит, и не бойся, положись на Бога. Но когда мы суетимся и пытаемся рваться в общую сторону, пытаясь подстелить всюду соломку, заискивая перед этим миром и разговаривая с ним на одном с ним языке, думая, что иначе нас не поймут, мы глупим и теряем тогда все свое первородство. И в глазах мира мы становимся солью обуявшим. Так что свиньи ее попирают. И перед Богом не успеваем ничегошенько. И перед Богом теряем свое братья и сестры благородство и Богу нет угодных. Как же быть? Неужели всем нам надо быть такими, как Блаженная Матрона, Блаженная Ксения, как Николай Второй, который воистину был юродивым на троне, как Христа радио Андрея, которого превозносит и чествует Церковь в праздник покрова. Тябовидит Святой Андрей на воздосе. В некотором смысле да. То есть принципиально да. По сути и по духу и по закваске да. По тому, где сокрыто наше сокровище, где сердце наше скрыто да. А все остальное немощь и меру и меру нашу знает Бог. И мы не можем простираться выше своей меры. Этого не требуется. Господь Сам из рук Своих дает. Никто не простирается самовольно и самочинно. Ни на какой подвиг. Бог дает сам. А как дает Бог? Посылая некоторые искушения, из которых ты не можешь выйти. как нельзя сухим выйти из воды, не осквернившись от мира, если ты не решился полностью и серьезно не пойти ни на какой компромисс с совестью своего Христа Иисусе Господе Нашем. Совесть подскажет. А если ты идешь на компромисс и думаешь «Я много доброго и хорошего сделаю в этом мире, если я приму его условия, ну внешне конечно приму, а внутренне то я останусь тем, кто я есть». И эта уловка дьявола совершенно видоизменяет душу. У Бога нет и перед Богом нету братья и сестры деления на внешнее и внутреннее. На внешнюю жизнь и внутреннюю. Господь смотрит на сердце и от избытка сердца глоболит уста и от избытка сердца действуют руки и ноги наши. И тогда вот тогда-то перед человеком, передо мной, перед каждым из нас встает во весь рост выбор. Либо поступить как юродивый, либо пойти на компромисс. И никто ведь не ругает человека за то, что он идет на компромисс. По-всякому идут на компромисс. Не только через взятки или откаты, просто через принадлежность к этой победившей христианскую современной цивилизации, к ее требованиям, к ее меркам, к ее стандартам. То есть человек становится стандартным современным индивидуумом. А про себя думает, что я христианин. Но покрова Божией Матери над ним нет. и надо покаяться со многими слезами. Увидеть эту обнаженность, эту свою наготу, от этого невидимого покрова. Как ее увидеть, когда он невидимый? и здесь Господь показывает. Когда молитва бескрылая, когда сердце зазрит, когда окамененное бесчувствие. И когда все это, так как от этого мы страдаем, пытается быть приукрашенным какой-то душевностью и, например, общением человечеством или удовольствием или развлечениями земными, что, к сожалению, сейчас проникло и в церковь, еще как проникло. Вместо утешения от Божьей Матери по причине изъятия от мира, по причине испытываемой христианской душой ненависти со стороны мира и отвержения христианская душа уже ищет тишину земного и находит его. Вот что открывает нам праздник покрова, то есть в нас открывает. Мы видим Хреста ради Еродиого и его спостника, ради которого Божья Матерь покрывает молящихся. Да, пока есть такие Хреста ради Еродиого, на которых стоит мир, которых весь мир недостоин. и на нас перепадают эти крупицы. Но мы должны их знать. Не стоит всего без правильника. И мы должны знать, по крайней мере мере знать кто мы и кто они. И видя себя совершенно вросшими в этот мир, так сказать, с потрохами прохты своими внутренними, сросшимися, с миром. Тем не менее, хотя бы испытывать боль и желание разорвать с ним, а не еще больше в нем укрепляться. С праздником Ваши дорогие братья и сестры! Аминь! Аминь!